Я очень рад, что пришло так много народу. Не на все практики столько народ приходит. Не в этом году, а в предыдущие годы. Поэтому это здорово, погода прекрасная, но сегодня у нас где-то около часа, может чуть больше, может чуть меньше, будет такая внутренняя беседа в помещении, но она будет про жизнь на земле, про мир вокруг нас, который на самом деле очень сложный. И это, надеюсь, я постараюсь передать. Я подавал на конкурс в рамках так называемого скрипт, номинации скрипт. Задача была из книги сделать ее рекламу или пересказ, или какую-то завлекаловку, чтобы вы захотели ее прочитать сами. Книга довольно большая. Я написал американский научный писатель-журналист Карл Циммер, у него есть свой сайт. Я читал у него три книги про паразитов первую, потом про эволюцию есть книга, эволюция, триумф, идея, и про Ешелихию Колли, про опыты по биохимии, молекулярной биологии. Еще у него есть про вирусы книжка, она тоже на русский переведена. Ну и какие-то еще на английском, которые пока еще не переведены. Если бы мне это попалась книга на первом курсе, или на втором, я бы выбрал паразитологию. Но она мне попалась на первом году аспирантуры, поэтому уже было поздно что-то менять. Задача моя, чтобы кто-то, кто сейчас на первом курсе или в одиннадцатом классе, или где-нибудь еще, ее прочитал пораньше, чем я. На русском ее можно и на английском прочитать, но на русском она переведена хорошо. Сейчас вышло второе издание, первое издание такое черно-желтое, оно вот на первом слайде было, и оно продается, например, на Литрессе за 300 рублей. Можно электронную версию купить. Можно бумажную купить вот такую за 300 рублей, это не такие большие деньги. Итак, про циме рассказал. У меня тоже при подготовке встречались такие веселые картинки в интернете, по-моему, ВКонтакте, как кто-то там представляет разных героев сегодняшнего рассказа, беседы. Это, например, ленточные червицы, стоды, сосальщики, это тоже плоские черви, но называются трематоды. Круглые черви разные, Никатор, Астрица, Аскорида всем известна. Они, конечно, тут нарисованы очень неузнаваемо, но подписаны. Это решта. Собственно, проистология возникла давно. Ее начали, я бы сказал, со времен Аристотеля уже активно, довольно активно исследовать, потому что она связана с животными, которые человек выращивает для себя, сельскохозяйственными животными, со свиньями, крупным рогатым скотом. Но очень долгое время паразиты оставались такой непонятной с точки зрения полного жизненного цикла истории. И их изучение началось уже позже, уже в 19 веке, когда наука, биология сделала большой рывок. В каком году Дарвин опубликовал происхождение видов? 1859 год. Это вторая половина 19 века. Возвращение с тех времен биологию считают наукой, потому что там появились законы, закономерности. И вот, собственно, проистология начала развиваться активно тоже в начале и в середине 19 века. Об этом сейчас чуть позже буду рассказывать. Слово паразит всем хорошо известно. С греческого оно переводится как сотрапезник. И изначально так называли людей, которые жили около или при богатых домах и оказывали мелкие услуги хозяевам. Например, что-нибудь отнести записку или купить что-нибудь на рынке. То есть был такой более-менее нейтральный оттенок этого слова. Но потом оно немножко поменялось свой смысл. И так стали называть нахлебников или прихлебателей, которые старались с богатого стола что-то тоже съесть. Это, собственно, я попробовал найти маску греческого театра, которая соответствовала паразитам. Не очень я уверен, что я угадал, но веселая маска. Известный символ, который здесь вот такой желтый, символ кадуцей, это символ медицинских служб. Вообще, ну да, медицины, как науки или части биологии, есть какая-то палочка, вокруг нее извиваются, в данном случае, две змеи. Еще бывает вариант, когда вокруг чаши на тонкой ножке змея извивается, и яд как будто выплескивает в эту чашу. Я всегда в детстве думал, что яд используется для биологии, используется как какое-то лекарственное средство, поэтому вот такой символ. Одна из версий, что кадуцей происходит от палочки, которая здесь вот справа, на которую наматывали очень длинного круглого червя, который называется решта. Он живет под кожей, его взрослая форма, плавозрелая. И чтобы его вытащить и не порвать, его нужно очень медленно накручивать на палочку в течение нескольких дней, а может быть даже и больше. Поэтому люди, которые умели это делать, он распространен в Средней Азии, на Ближнем Востоке. Люди, которые умели это делать, это большую ценность имели для общества, и вот вешали себе значок палочкой, что-то вокруг нам намотанное на дверь хижины. Возможно, отсюда и пошла дальше история этого символа кадуцей. Но это одна из версий, просто она показательна, насколько это давнишняя история. Средние века и раньше. Собственно, я уже сказал, что в 19 веке в начале уже был изобретен микроскоп, был открыт микромир, когда Элли Венгук еще раньше обнаружил и бактерий, и простейших, каких-нибудь инфузорий в дождевой воде или соскребывая налет зубов. Но для них было все понятно, там был большой спор, как появляются такие микроорганизмы. Вы знаете эту историю про Луи Пастера, теорию самозарождения, когда они сделали бульон, сделали его стерильным и доказали, что только из воздуха прилетает какая-то спора, которая заражает бульон, и там развивается то, что в будущем назвали бактерией. А для паразитов, например, находили в прудах, в водоемах, похожих на инфузорий существ, но они были не похожи на кого-то еще. Такие, можно сказать, лапоть похожи с ресничками. Их называли мироцидий. В улитках, которые водились в этих прудах, находили каких-то желтых червей. Если их вскрывали, внутри улитки находился как будто бы какой-то другой организм, желтый. Их называли желтые королевские черви. А в коровах и в овцах часто находили в печени, ну, когда их использовали на убой, в печени находили таких ленточных трематод, паразитов, печеночных двусток и их родственников. И не было ощущения, что это все связано, что это все один большой жизненный цикл. И датский зоолог Стейн Струб Йохан первым в 1830-х годах расшифровался этот жизненный цикл. Он сделал опыты, чтобы посмотреть, что именно из... В воде плавают мироцидии. Это не очень хорошо видно, но вот мироцидий вылупился из яйца. Мироцидий проник в улитку. Например, малого прудовика, как учат в школе для печеночной двустки. Внутри улитки развиваются так называемые портеногенетические стадии. Их называют сейчас спороцисты и рэдии. А внутри рэдии развивается следующая стадия циркарий. Он уже более-менее похож на червячка, которая живет внутри овцы, но у него есть мощный хвост. Он плавает в воде, он выходит из улитки, находит травинку, оседает там, чтобы эту траву... Спасибо. Эту траву съела следующая овца. Или случайно мог проглотить человек, когда он ест траву около водоема, просто жуя травинку, например. Но это очень редкий случай, для человека они не так опасны. И вот цикл замкнулся. И Стейн Струб доказал, что это действительно один общий жизненный цикл. И очень необычно, что ни потомки взрослой стадии, которая живет в овце, ни ее следующие стадии, ни даже следующие, не похожи на прародителя. Мы привыкли, что там кролик похож на... Ну, котенок похож на взрослую кошку, щенок похож на собаку, человек похож на... Младенец похож на взрослого человека, хотя с другими пропорциями. Но здесь очень резко все отличается. И отличается среда обитания. Меняются хозяева, меняется свободная вода и внутренняя полость хозяина. Это было необычно, и для биологии тех времен это было действительно открытие. Раньше так не расшифровывали. Следующий важный момент, его тоже описывают во введении Карл Циммер про немецкого Фридриха Кюхенмейстера, немецкого исследователя. Он был набожным человеком, и для него был важен спор по поводу самозарождения паразитов внутри хозяина. Например, в человеке или в хищных лисах, в собаках находили, тоже при вскрытии, или после того, как человек умирал, в кишечнике длинных ленточных червей. Их назвали солитеры. И было непонятно, как он там появился. Он длинный, реально, он может вырастать метр больше. Такой, примерно как лента от видеокассеты ВИЧС, если вы знаете, что это такое. Довольно крупное животное, и набожные люди тех времен говорили, что это проклятие. Ну, грубо говоря, что человеку пришла какая-то божья кара. Но параллельно с этим находили так называемых пузырчатых глистов. Пузырчатые глисты находятся, например, на языке или в других частях свиней. То есть каких-то таких травоядных или всеядных сельскохозяйственных животных. И вот такой пузырек этого пузырчатого глиста напоминал передний конец ленточного червя, солитера, как будто бы его вернули внутрь. И предположили, что это действительно связанные вещи, что пузырчатый глист это солитер, который попал не в того хозяина, куда он должен был попасть. И как это было проверено кюхенмейстером, он скармливал, например, найденных с пузырчатыми глистами крыс лисицам, собакам, потом через какое-то время ждал и в собаке находил солитера. Или она, членники зрелые с яйцами солитера, выходит естественным путем, даже для этого собаку не обязательно ждать, пока она умрет. Поэтому это было показано для зверей, для лис и собак, например. Но для человеческого солитера было непонятно, откуда он взялся. Нужно было провести самый главный опыт здесь. И уже тогда, в 1850-х годах кюхенмейстер такой опыт провел. Он взял разрешение на вскрытие будущего смертника, которого приговорили к смертной казни человека. А до этого он знал дату казни, он скормил ему мясо свинины, свинину с солитерами, с пузырчатыми глистами. И когда казнь произошла, он нашел в казненном человеке уже немножко развитого через пару недель ленточного червя. Даже тогда это вызывало не очень приятные чувства у своих соотечественников, его считали надругателем, человеческой природой. Но наука не всегда красива, бывают вот такие необходимости в таких опытах. Это я на предыдущем и на этом слайде показал, какие выходили работы. Это уже на английский переведенная часть животные и растительные паразиты человеческого тела, мануал или там инструкция хихенмейстера и соавтора. Тут Ланкастер переводил Эдвин Ланкастер, про которого сейчас чуть позже. А не Эдвин, а там Рей Ланкастер. Не важно. Тоже исследователь тех времен. Я уже упоминал 59-й год. Это Дарвин и происхождение видов. И это была большая-большая революция науки в биологии. И можно сказать, что это была в кавычках новая религия. Есть последователи Дарвина, которые его немножко превзошли и даже не то, чтобы извратили, но взяли из теории Дарвина то, что им больше всего понравилось и начали эту часть очень сильно развивать. Вот один из примеров Эрнст Геккель, большой исследователь тех лет. А также Рей Ланкастер, который написал даже свой отчерк о дегенерации в продолжении Дарвинизма о том, что такая движущая сила, которая заставляет людей, заставляет живые существа усложняться, она, собственно, и есть движущая сила эволюции. Какая-то не знаю, общее стремление к сложности. Но есть случаи, когда происходит упрощение. И вот, например, на таком дереве тех времен эволюционном некоторые ветви идут вверх или в сторону, а некоторые опускаются вниз. И вот издалека, чтобы не врать, вот, например, губки, вот они тут в углу, они опускаются вниз, они как будто бы упростились. Они действительно намного проще устроены, чем те же кораллы и медузы. вот змеи, которые тоже лишились ног относительно ящериц, вот они идут вниз. То есть, вот такая дегенерация, упрощение на этом дереве отражено, но, естественно, на самой вершине находится человек. Как же так? Человек очень в духе христианской религии на вершине. Это XIX век, а вот то, что пишут и по эволюции в XX-XXI веке. Все расходится в стороны, человек находится где-то вот здесь вот среди других животных, никак не выше бактерий или архей или водорослей и грибов. То есть, все очень в разные стороны расходится и такого прямолинейного дерева, когда есть прогресс и деградация, сейчас уже, слава Богу, не рассматривают. Даже до середины XX века сохранялись по поводу дегенерации и упрощения паразитов взгляды. Один из последних пример его приводит Карл Циммер Стенкард, который написал статью «Свобода зависимости государства всеобщего благосостояния». Казалось бы, при чем здесь паразиты? Вот это всеобщее благосостояние, когда ресурсов уже много и в обществе в таком люди перестают работать, а живут за счет этого всеобщего благосостояния. Но, слава Богу, это уже был излет такого подхода, потому что в каком году ДНК открыли? Да, 1953 год. И показали, что ДНК это основа наследственности, основа естественного, ну, материал для естественного отбора, мутации в ДНК, и сложность паразитов начала снова к ним возвращаться, потому что у них, если исследовать предыдущие идеологии, в кавычках, то они должны быть и по ДНК гораздо более простые, по биохимии и так далее. Но на самом деле это не так. Стали уже аккуратнее к ним относиться, и вот известный этолог, общий биолог Конрад Лоренц вместо деградации и упрощения использовал такой термин саккулинизация. Кто знает, кто такая саккулина? Вы читали в книге, да? А еще кто? Саккулина. У меня есть для нее слайд, я не помню, а я его сюда вставил, прекрасно. Вот, собственно, краб. Краба, может, кто-то видел на картинках, видео, или даже в природе. Это, на самом деле, если я правильно понимаю, самец, но у него под брюшком вырос такой вот, похожий на опухоль, паразит, собственно, саккулина. Это тоже ракообразное, относится к усоногим ракам. Усоногие раки это морские желуди, морские уточки. Удивительно, что Дарвин тоже написал диссертацию, большую монографию по усоногим ракам. Он собрал их во время путешествия на паруснике Бигль из разных морей и тоже ими заинтересовался, потому что это действительно необычно и ракообразно. Они строят домик из известковых пластин, сидят на нем всю жизнь и фильтруют планктон с помощью усоногих вытянутых ножек. Здесь они закрыты, потому что отлив, а так они во время прилива загребают воду с ситом из-за этих ножек. И, собственно, сакулина тоже их родственник, но она перешла еще к более изощренному образу жизни. Ее личинка попадает в краба, прорастает сквозь его панцирь, специально таким образом растворяет его и помещается в районе брюшка, наполовину внутри, наполовину разрастаясь, питаясь изнутри его содержимым, его гемолимфой. Он, конечно, от этого страдает, но при этом старается ее прокормить, грубо говоря, начинает активно собирать пищу, она его кастрирует, и все ресурсы краба идут на то, чтобы кормить сакулину, которая потом производит потомство. Она раздельно полная, должна еще, самец должен приплыть, это уже краб, она его привлекает химическими веществами, и потом производит личинок, собственно, личинки сакулины и личинки морских желудей, церепедий. Они похожи, это такая, нау плюс, помните, нау плюс рисовали глазом, антенны, одна пара антенн, вторая пара антенн, мандибулы. Собственно, они довольно стандартные для всех ракообразных личинки, они имеют конечности, здесь конечности сохраняются, а здесь конечности сильно-сильно уже меняются. Вот цитата из Ланкастера, которую приводят циммер стоит только паразитической жизни найти для себя тепленькое местечко, предупреждал Ланкастер, и все, исчезают ноги, челюсти, глаза и уши. Активный, обладающий множеством возможностей краб, может превратиться в простой мешочек, способный только поглощать пищу и откладывать яйца. Яйца не свои, а уже паразиты. Вот собственно такой символ для Ланкастера деградации и отрицательной черты паразита являлась циккулина, поэтому Лоренс эту циккулинизацию снова использует как термин, уже более мягкий. Автор книги, о которой я рассказываю, делает такой хороший вывод, и я его сюда привел как цитату. Все это было ошибочно. Паразиты это высокоорганизованные и прекрасно адаптированные существа, занимающие центральное место в истории развития жизни на Земле, ни много ни мало занимающие центральное место. Также Циммер приводит слова, что паразитических видов среди всех живущих на Земле растений, грибов, животных больше, чем свободно живущих. И очень простой аргумент, потому что у каждого свободно живущего есть обязательно свой паразит, а то и несколько. Таким образом просто получается в два раза, а то и в три раза больше. Или еще больше. Поэтому вот такая гонка вооружений, гонка борьбы между хозяином и паразитом тоже очень важна для эволюции, как ее движущая сила, чтобы приспособление паразита к хозяину и борьба хозяина с паразитом становились вот такой движущей силой следующих изменений и преобразований. Далее я хотел проиллюстрировать какие-то его примеры, тоже их пересказать. Как вы думаете, что изображено на слайде? Тут можно узнать шесть ног. У кого шесть ног из животных? У кого? У паука восемь. У насекомых. Это личинка, я думаю, это гусеница, потому что она повернулась только частью своей. Вот ее голова, вот она сидит на листочке, чтобы его есть. У нее шесть ног уже есть. Нет, это не тля. Тля она выглядит, у нее есть антенны и тля с крыльями, а здесь крыльев нет. Но тут интересно, что просвечивает сквозь ее стенку. Видите, внутри? Похоже на личинки. Да, это личинки вот этой осы перильщика, которая относится к семейству их невмониды. Это отдельная тема, и Циммер про нее рассказывает не только в этой книге, но еще в каких-то лекциях, например, на ТЭД, у него есть лекция про то, как одна из паразитических ос использует таракана для того, чтобы он был пищей для будущих личинок. Но она откладывает не внутреннего личинок, как здесь, о чем сейчас два слова скажем, а зомбирует его. Она ему делает укол в один из ганглиев, он уже лишается, грубо говоря, воли, но при этом он живой. За антенну она его тянет в свою норку, и он там сидит живой и ждет, пока вылупятся из яиц личинки, которые его потом съедят. Об этом можно у Циммера найти на Ютубе. Собственно, вот здесь тоже прикольное название этой картинки. Не нажимайте на это. Don't click on this. Потому что реально кажется, что она сейчас лопнет. Как это происходит? Вот такая сапилильщик, она довольно мелкая, не сильно крупнее гусеницы. С помощью яйцеклада внутрь откладывает яйца. В связи с этим вспоминаются гусеницы самых разных видов. Даже их в Подмосковье можно найти или где-нибудь еще. У них щетинки, шипы. Видели такие гусеницы, которые все такие волосатые? Я раньше думал в детстве, что они для птиц, эти шипы и щетинки, расставляют, чтобы птицам было их неприятно есть. Я думаю, птицам по большому счету все равно, есть там шипы или нет. Они очень маленькие. А здесь, возможно, это мое уже предложение, надо его как-то проверять аккуратно. Они мешают сесть осам на себя. Удобно. Возможно, как-то это так связано. В итоге все равно оса откладывает яйца и внутри такой, я вот вернусь назад, внутри из яиц развиваются личинки. Там есть хитрости. И о них тоже Циммер пишет. Попробую в двух словах пересказать, хотя боюсь ошибиться. Почитайте. Там есть борьба между разными видами паразитических ос за такую гусеницу. Потому что, если в одну и ту же гусеницу попадут личинки разных ос, она станет для них как бы пищей, за которую они конкурируют. И нужно как-то друг друга победить. И из яиц вылупляются так называемые солдаты и обычные личинки. И вот эти солдаты яиц много. сначала борются с личинками, если вдруг туда попали личинки других ос, другого вида, они их съедают. При этом гусеница жива. Гусеница должна жить, она должна питаться, чтобы питать своих паразитов. А потом эти солдаты начинают бороться уже со своими личинками, но с какими? Самцами или самками? Как вы думаете? Ну, вы знаете. А кто не читал? Да. Самцами. Потому что для того, чтобы облотворить одну будущую осу, один самец хватит на большое количество будущих самок, а самцов очень много не надо. Поэтому постепенно смещается соотношение 50 на 50 в сторону самок. И когда личинки дорастают до нужного возраста, они выходят. Возвращаемся. Окукливаются. Видно, что гусеница еще жива, у нее дырки в теле. Это уже другой вид, просто из другой фотографии. Из которой вышли личинки, они окуклились. И гусеница сидит и охраняет этот кокон от кого-то, кто пытается на нее напасть или съесть, или повредить. Она думает, что это ее, так пишут исследователи, что это как будто бы часть ее потомства или следующая стадия. Гусеница она сама еще не полувозрелая. Но в общем смысл, что меняется ее поведение в пользу паразитов. Уже и Дарвин описывал вот этих паразитических ос и восхищался и ужасался таким божьим промыслом. Ага, я сюда поставил слайд про болото Карпентерии. это американская местность в штате Калифорния. Как бы к ним перейти по логике. Ну, возвращаясь к цитате про Циммера, из Циммера прямой, центральную роль в эволюции и можно добавить очень большую роль в экологической системе, в экосистемах. И как пример он приводит свое путешествие к исследователям Кевину Ла Ферти и его коллегам в заповедник Карпентерии. Вообще, чуть в сторону отойду, очень здорово он как настоящий автор Циммер, как настоящий писатель дает слово исследователям. Он не пересказывает чужие работы. Он идет и беседует с несколькими по ходу книжки специалистами. Это Джеймс Брукс из заповедника в Коста-Рике. Вот этот Кевин Ла Ферти. Он идет в коллекцию, национальную коллекцию паразитов американскую. Там общается с хранителем, общается с Майклом Фамилию все время путаю Сухдео. Сейчас, одну секунду. Сухдео, да. Майкл Сухдео, который изучал про это сейчас чуть позже скажем смысл, что плохо, когда журналисты пересказывают чужие работы, когда они в них не участвовали, а когда они дают прямую речь, получается намного живее. Это здорово и это отличает эту книгу. Ее сближает с другой, которую, наверное, читали. Охотники за микробами. Нет? Охотники за микробами это первая научно-популярная книга 20-х годов 20-го века. Написал Поль де Крюи или Поль де Крайф. Поль, про польско-чешский чешский ученый, который приехал в России. Какой польско-чешский ученый, а дальше? Который оболит про и многих институтов. Я думаю, вы рассказываете про изобретение антибиотиков, нет? Нет, нет, он даже поискать на микробах. Я вот про эту книгу не знаю, надо поискать. А я рассказываю про охотники за микробами это про изобретение микроскопа, изобретение вакцин, Астер, Кох, мечников, открытие иммунитета, Верхов, про волшебную пулю, лекарства от сифилиса. Также там рассказано про жизненные циклы плазмодия и трепоносомы и клещевого энцефалита. Точнее, других переносчиков, других полезней, которые переносят клещи, там, это Теодор Смит в Америке. Эта книга про 19 век и начало 20-го, она показана, она очень здорово иллюстрирует, как действительно резкий скачок произошел в биологии. И вот, я думаю, Циммер не уронил эту планку. Она вышла, по-моему, в 99-м году на английском. Это хорошее продолжение. Ну вот, на болотах Карпентерии это солончаковое болото. Это значит, что там соленая вода и растительность такая, приспособленная к ним, к такой воде, к этим условиям. и на примере этой экосистемы, куда входят водоросли, которые растут на поверхности дна этих болот, улитки, которые питаются этими водорослями, рыбы, которые питаются этими улитками и птицы, которые питаются этими рыбами. Но добавляем сюда еще и кого? Паразитов, которые живут сначала в улитках, потом в рыбах, а потом в птицах. И вот на таком жизненном цикле с множеством хозяинов получается у нас триксенный жизненный цикл. Триксенный. Ксенос это значит. Сколько хозяев бывает? Моноксенный, диксенный, в данном случае триксенный. Лаферти изучал влияние паразитов на всю эту экосистему. Задался простым вопросом. Что будет, если паразитов бы не было? Были бы они такими же, эти болота, таким же обилием рыбы, обилием птиц, которые прилетают сюда кормиться и так далее. И скорее всего нет. Почему? Попробую в двух словах пересказать, но очень рекомендую прочитать. В моллюсках живут трематоды. Родственники пченочной двуски, только другие. Трематоды попадают туда тоже из яиц, которые вылупились после попадания из экскрементов птиц. Эти мироциди. Что делает в первую очередь трематода с улиткой? Она ее кастрирует. Она забирает ресурсы, чтобы не развивалась половая железа, а все ресурсы шли на питание паразита. Таким образом, улитка становится таким зомби, который просто ест, чтобы питать паразита. Потом происходит поедание рыбой эту улитку. Ее называют угольчатой улиткой, а рыба фундулюс. Рыба съедает улитку, и паразит в следующей его стадии поселяется в районе головы, в районе мозга этой рыбки и удивительным образом меняет ее поведение. Она становится более бесстрашная, в кавычках. Она плывет у поверхности воды, начинает заваливаться, как-то там плескается, показывает брюхо, которое светлое, которое не надо показывать, потому что тебя сверху видит птица. Таким образом, эту рыбу легче съедает птица, чем ту, которая не заражена. А птицы, на самом деле, по большому счету этих паразитов не сильно. Они для нее страшны, и они в ней живут, проходят половое размножение и откладывают яйца. Ученые ставили опыты, каких рыб выберут птицы, зараженных или не зараженных. И выяснилось, что в 30 раз вероятность увеличивается для рыбы быть съеденной, если у нее есть паразит, в 30 раз. То есть, для птицы, кулика или кого-нибудь еще, цапли, в 30 раз легче эту рыбу съесть. Она просто сама просится в рот. И вот этот весь круговорот показывает, что если бы не было паразитов, то птицам было бы гораздо сложнее питаться, откладывать свое потомство, откладывать свои яйца. Таким образом, вот эта небольшая дань, которую они платят, делясь своей едой, своим телом для этого паразита, является данью за то, что им гораздо легче рыбу этого фундулеса найти и съесть. Это к экологической роли на таком примере. Вот я уже упоминал этого Майкла Судео, с ним тоже беседует автор и рассказывает про его, грубо говоря, не очень удачную карьеру, не очень удачную поначалу. Он выбрал себе для темы исследования трихинеллу. Кто знает, кто такая трихинелла? Ладно, варианты. Плоский червь, круглый червь, ракообразная, кто-нибудь еще? Трихинелла. Она маленькая. На плоского? Еще какие ставки? Плоский. Нет, это круглый червь, это родственник аскориды, но она живет не в кишечнике, живет она в мясе. Человеку опасно ей заразиться, если он будет есть непрожаренную свинину. А? Нет, никто не вас не убьет. Главное, прожаривайте свинину и не ешьте никогда кабанов, которые вы поймали на охоте и доблестные убили, потому что там, скорее всего, на костре вам не удастся ее нормально прожарить. Трихинелла попадает с едой, с мясом непрожаренным, капсула такая среди волокон, и дальше она должна попасть снова в мясо из желудка выйти. И Майкл Сугудео изучал, как они ориентируются внутри хозяина, попав в желудок, как они начинают оттуда выходить. Для этого он сконструировал из стекол, из пластика трубки, добавлял вещества, изначально думая, что идет будет градиент химических сигналов, грубо говоря, запах какого-то органа, в желудке один запах, там где-то в другом, в печени в другой, в мышцах третий, и она должна по ним ориентироваться. Но потерпел неудачу. Он создавал градиенты, но трехинелла вела себя совершенно не так. Но она реагировала очень просто. Она чувствовала запах, например, печени и начинала резко биться. Она вот сидит там в этом своей капсуле в мясе, что-то почувствовала, или запах фермента желудочного, пепсина, который растворяет белки. Почувствовала этот запах и начинает резко биться, чтобы выйти из капсулы, выйти из этого куска мяса, который человек проглотил, или хозяин другой. Таким образом, грубо говоря, как инстинкт, почувствовал запах, начала биться. Потом он подключил печеночную двустку, Майкл, и смотрел, когда она выходит тоже из яйца. Там такая стадия тоже попадает через проглатывание. Я об этом вначале говорил о долескарии. На траве, например, корова проглотила траву и из этого капсулы выходит молодая Марита, она должна попасть в печень из желудка. Она чувствует запах желчи и начинает тоже менять свое движение. Для нее такой инстинктивный, запрограммированный порядок. В органах нет вот этих градиентов. Там все очень четко, как комнаты. Если в комнате маленькой поставить кусочек жареного хлеба, положить с маслом, и вы туда войдете, подождите какое-то время, он весь заполнит это маленькое пространство, и вы его не найдете. А если как акула ориентируется в воде на запах крови, там понятно, там вода, химический сигнал распространяется очень хорошо, и можно по градиенту, такими, как она делает, галсы, найти, где ближе эта кровь. Вот такой прорыв произошел уже спустя довольно большое время, когда Майкл это пробовал делать, и это тоже здорово рассказано, что научная карьера далеко не всегда легкая, особенно с биологическими объектами, которые не читают учебников, не читают научных статей, которые про них пишут, они просто живут гораздо больше времени, чем мы. Хорошо, переключусь на другие примеры. На самом деле Циммер тоже так прыгает с одних объектов на другие, стараясь увлечь своими примерами читателей. Сонная болезнь. А, кстати, вернусь к Дарвину. Есть несколько видов трепоносом. Одна из них вызывает сонную болезнь, живет в Африке и переносится мухой ЦЦ. Вот такая трепоносома Бруция. А вот слева здесь нарисована, сфотографирована трепоносома Круция. Она живет в Южной Америке и чтобы ей заразиться вас должен укусить поцелуйный клоп из семейства Триотомида. Есть версия, что Дарвин, путешествуя мимо Южной Америки, высаживаясь на материк, был укушен таким клопом и заразился трепоносомой Круци и болел всю жизнь болезнью Чагаса. Или Боль сустава, хламоту, усталость, дискомфорт и не лечится. Поэтому поаккуратнее с клопами они переносят не через укус, они после того, как укусили, испражняются и инвазивные стадии трепоносомы попадают рядом с ранкой. Человек расчесывает и заносит ногтями эту грязь в кровь. А муху в ЦЦ понятно, как с ней бороться, нужно защищаться от укусов. Про муху в ЦЦ очень здорово рассказано в другой книжке «Охотники за микробами». Там она переносит не только для человека опасную болезнь, но и для лошадей. Это мы сейчас привыкли, что у нас есть что? Мобильный телефон, интернет, машина, бензин. И можно всю Африку проехать на машине, имея достаточное количество бензина. Британские колонисты завоевывали Африку, чтобы расширить свою империю на лошадях. И представьте, забрались они в центр саванны или в какие-нибудь джунгли, и вдруг все лошади умерли. Просто одна за одной. И что делать? Еле-еле пешком выходили далеко не все из этого отряда. Так называемая вот она называется эта болезнь на местном языке по-моему нагасса, если я правильно помню. Но она описана у Поля-де-Круи. Вот трепоносома, как уникальный пример одноклеточного паразита, уникальный его приводит пример циммер, как он борется с иммунной системой. Мы привыкли, что иммунитет среди краснокровяных телец, обязательно есть белые кровяные телца, лимфоциты, лейкоциты, всякие макрофаги и другие иммунные клетки, которые должны любой чужеродный объект по антигенам, это поверхностные молекулы, распознавать и уничтожать. Но трепоносома очень умело маскируется, точнее, она обманывает иммунитет. Каким образом? Когда она на одной стадии, они там разные различают, эпи-мостигота, промостигота, трипомостигота, что-то еще, смысл, проходит несколько стадий в зависимости от положения жгутика и формы клетки. Так вот, ее поверхность сначала покрыта одним веществом, одной формой молекулы гликокалекса. Проходит какое-то время, иммунитет начинает на это вещество реагировать, уже выработал антитела против него и научил с помощью клеток памяти иммунные клетки друг другу, передает информацию, что нужно бороться с этим антигеном, и она тут же меняет свою внешнюю оболочку, вот этот гликокалекс меняет на другое вещество, другую молекулу, другой формы, и она уже так не распознается. Таким образом, она только иммунитет собрался с ней бороться, она уже переоделась, замаскировалась по новой. И это пример того, что никакие они не деградирующие, не упрощенные, а очень сложно устроенные, и даже на таком генетическом уровне перебор этих генов гликокалекса идет в строгом порядке, белки, регуляторы транскрипции, все это регулируют, чтобы это вовремя включать. Трипаносома живет в Африке и в Южной Америке. Разные виды. Еще в Африке знаменита своим плазмодием, плазмодий, поллерийный плазмодий. Это другой одноклеточный паразит, относится уже к группе, сейчас их называют альвеоляты, живет в москитах, малярийных комарах и в человеке. Вызывает малярию, они бывают разных видов, трехдневная малярия, четырехдневная, разные виды плазмодия, плазмодиума. Интересно, как он, и об этом Циммер тоже пишет, проникает, например, внутрь эритроцитов и также избегает того, чтобы этот эритроцит, куда он проник, был очищен с помощью селезенки, которая должна отфильтровывать кровь и поврежденные, зараженные эритроциты уничтожать. Он меняет его биохимию. Есть у эритроцитов ядра или нет? У человеческих нет, да. Но при этом плазмодий, который внутри эритроцита сидит и питается с помощью, питается гемоглобином, перерабатывает гемоглобин, ему нужно тоже как-то жить и он перестраивает клетку, он свои какие-то гены включает, чтобы клетку под себя перестроить. Я не могу это подробно пересказать, это лучше почитать, даже не у Циммера, а где-то еще, но смысл, что он очень здорово под себя устраивает клетку хозяина. Очень похожим способом действует трихинелла, которая проникает в мышечную клетку, строит капсул, чтобы никакая иммунная клетка ее там не достала. И, собственно, трихинеллезом плохо болеть, потому что эти мышечные капсулы обозрисляются, становятся жесткими, любое движение вызывает боль, и их никак оттуда не вырезать. Не будет человек делать операцию, вырезая все эти капсулы, даже если он их там обнаружит где-нибудь, наверное, на МРТ или где-нибудь еще. Мы для плазмодия, вот эта правая часть цикла, являемся промежуточным хозяином, где происходит бесполое размножение. Она называется шизогония, сначала клеток печени, потом в эритроцитах, а половое размножение происходит в окончательном хозяине, в комаре, куда попадают будущие половые стадии, макро- и микро-гаметоциты, которые облодотворяют друг друга. Образуется зигота, которая приходит в слюные железа комара, приходят ее потомки, это спарациты, и комар кусает следующего человека. В Московской области вводятся малярийные комары. Вы ходили когда-нибудь на сборы гидробиологических, в общем, в лужах собирали личинки комаров, в общем, на поверхности пленки и воды можно собрать личинку комаров сейчас в июне, в конце мая, и там есть личинки и малярийных комаров, есть мы личинки, они называются, сейчас, не куликс, куликс это обычные комары, кусаки, а малярийные называются, не помню, родовое название, не важно, они просто отличаются потому, как они наклонены относительно поверхности пленки. Они у нас водятся, и комары тоже летают, и нас кусают, но, слава богу, у нас нету людей в большом количестве, которые больны малярией, у которых малярийный комар может выпить крови и завершить цикл, чтобы произошла такая эпидемия. Еще, по-моему, в 19 веке и раньше в Южной Европе, Прибалтике, в Южной России была малярия, и с ней боролись очень успешно, в итоге, осушали болота, осушали такие водоемы, где разбивались личинки комаров. Это важно помнить, например, когда вы едите куда-то на юг и так далее. Вот даже вот в Италии до сих пор есть эти комары, и о них рассказано про малярийного плазмодия, про малярийных комаров у Поля де Крюи очень подробно, как они такие зонзоноры, их на итальянском называется зонор, они с тоненькими ногами, как обычно, с полосками, желтые ноги с черными полосками. Их можно даже там сейчас встретить, я думаю, так. Плазмодий это кровяной споровик гемоспоридий. Его более-менее родственник кокцидия это другая группа тоже споровиков спорозоа, но относится к другому грубо говоря классу. Тексоплазма, кто про нее слышал? Еще кто? Да, в книге, а вот в связи с чем? В связи с чем? В связи с паразитами, которые не имеют поведение крышек. Да, 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 вот с кошками, это тоже история рассказанная и у Циммера чуть-чуть. Она живет в кошках. Это внутриклеточный паразит разных тканей хищников, например, кошек или, наверное, и крупных кошачьих. А промежуточный хозяин для нее крысы, мыши, которых кошка будет съедать. С пометом кошка я, по-моему, сюда не включил. Вот как она выглядит внутри клетки. С пометом кошка выбрасывает цисты, которые должны подсохнуть какое-то время на воздухе и становятся инвазивными. Дальше с этой спомет попадает на землю, земля перемешивается там с какой-то растительной пищей и она попадает в итоге в мышь, которая ее съедает и из цисты выходят паразоиды, которые поселяются в тканях мыши в самых разных мышцах, мозгу, неважно где и ждут, пока эту мышь съест следующая кошка, которая съедает мышь и из цист выходит следующее поколение, которое приходит к полуовому размножению, в кошке откладывают следующие цисты. Круг замкнулся. у нас есть домашние кошки и они в лотках оставляют свой помет, если его долго не убирать, там эти цисты созреют и не дай бог человек потом после того, как он погладил кошку под хвостом или не убирал кошачий лоток, потом руки не помоет, съест эти цисты. Чаще с кошатниками это происходит и довольно много людей на земле поражены токсоплазмой, хотя мы для них тупиковая ветвь, нам они плохого ничего не делают. Есть важный момент, когда это опасно. Какой момент? Наверное, знаете. Беременность женщины, которая ждет ребенка, потому что вот здесь вот я привел цитаты из статьи на элементах, по-моему, какого-то года два назад она была, а, даже давно уже, шестой год. Ну, это давнишняя история, просто токсоплазма часто всплывает в медиапространстве. Считается, да, вот про библиотерапространство договорим, спаразоиды, которые вышли и распространяются по организму человека, могут пройти через плаценту и попасть в плод. Но у плода нет своей иммунной системы, и нету клеток, которые загоняют спаразоидов внутрь псевдоцист в тканях, поэтому они могут поразить мозг и будет гидроцефалия. А у взрослых людей, которые поражаются цистами, есть иммунитет, который останавливает бурный рост спаразоидов и загоняет их в псевдоцисты. Есть какие-то эффекты, их находят в более-менее научных статьях, тут выделено повышенное чувство вины, неуверенность в себе, беспокойство. Возможно, через нервные клетки, в которых сидит псевдоцисты токсоплазмы, человек становится таким вялым, неуверенным, неинициативным и понижает способность к четкому и логичному мышлению, решает бороться со стрессом и принимать правильные решения. Это я цитирую автора статьи отсюда. Таким образом, грубо говоря, такой человек станет, такой мышь, которая на самом деле человек, станет более легкой жертвой для тигра или для какого-нибудь лева. Вот невротизм сюда же приписывают и проводят аналогии даже со средней зависимостью средней зараженности в разных национальностях с токсоплазмозом и невротизмом. Это пример того, что даже сейчас, в начале 21 века, токсоплазму изучают влияние на человека. Не просто на мышей, а и на человека тоже. Не знаю, время уже много. Час прошел, правильно? Может, перерыв? Не хотите перерыв? Можно дальше пройти? Мне не нужно, просто я тараторить начинаю. Вперед. Это я уже показывал. Это то же самое. Ну, собственно, про это я уже говорил, что макрофаги должны атаковать спарацистов и псевдоцисты образовывать. Другой пример, очень яркий, из книги, насколько паразитология важна даже в современном мире. В конце, в середине 70-х годов 20-го века, 1973 год, произошла большая беда в Африке. Об этом рассказано где-то в середине или даже в конце книги. Мы едим картошку, потому что нам ее привез Петр I, или едим хлеб. Это для нас источник углеводов. В Америке южно едят южную кукурузу, в Азии едят рис, а в Африке едят маниоку. Вот такое растение. Никогда вживую не видел, но вот нашел фотографию, чтобы вам показать. Такие клубни, маниоки, это источник углеводов на большой части африканского континента. И случайно в начале 70-х годов в Африку попал паразит насекомая. Так называемый маниоковый червец. червец. Его фотка, вот она, фотка его. Такие мелкие, бескрылые букашки, они сидят там, где листья отходят от стволика, и не очень мелкие, вполне все крупные, питаются соком растений. Они прокалывают растительные клетки и высасывают цитоплазму. Грубо говоря, воруют сахар, воруют питательные вещества. Такая маниока начинает загибаться. Она хуже растет, и вот эти клубни, которые являются для человека пищей, очень вялые, и их гораздо меньше. И была, грубо говоря, угроза голода на всем континенте, потому что что делать с этим было совершенно непонятно. И всю Африку спас Ханс Херен. Это, по-моему, швейцарско-американский энтомолог, специалист по насекомым, который сделал очень важное открытие. Он, собственно, нашел этого. То, что это червец, это не обязательно он нашел. Он выяснил причину и как с ней можно было побороться. Я уже говорил, что ее привезли червеца, случайно завезли с какими-то поставками из Южной Америки. Но в Южной Америке он не вызывает уманионки таких бед. Там все нормально. Почему? Его просто не так много там. А почему его не так много? Возвращаемся к примеру с осами, их неуманидами. Там есть специальный оса наездник, который откладывает личинки в такого мясистого червеца. И таким образом уменьшает его численность и регулирует всю экосистему, в данном случае такую, из трех компонентов. И задача была найти этого естественного врага для такого паразита, как бы суперпаразита, и с помощью него, с помощью такого биологического контроля побороть эту напасть в Африке. И они это сделали. Там, по-моему, прошло несколько лет, они нашли в Африке, в Южной Америке нужный вид осы, научились ее размножать в лабораторных условиях, чтобы нужно было много ее. и буквально, ой, назад, и буквально с самолетов в бочках сбрасывали эту осу на поля маниоки, чтобы она там поселилась и начала с червецом бороться. Это удалось, и за эту работу Хансу дали премию в 95-м году, она называется World Food Prize. Ну, какая-то премия по поводу... Я думаю, что за это. Просто я эту фотографию нашел на сайте, посвященном лауреатам этой премии. Это хороший пример биологической борьбы. С помощью одного вида борются с другим. Вы помните, наверное, из школы про какие-нибудь пестициды, ДДТ, которые используют для сельского хозяйства и распыляют, ну, там, распыляли в 20-м веке. Там химическая борьба. И, собственно, вот тоже Циммер об этом упоминает. Вот этот перекос в сторону химии, возвращение к биологической борьбе. Опять от нее отказ. Эта история такая вот неоднозначная. Например, есть неудачные примеры, когда использовали, по-моему, тоже ос наездников, но могу ошибаться, для борьбы с каким-то вредителем на Гавайских островах. По-моему, тоже где-то в конце 20-го века. Может быть, в 80-х годах. Привезли туда, специально привезли какого-то паразита, который почему-то не стал охотиться над того паразита растительности, который они собирались уничтожать, и начал убивать местных бабочек, местных гусениц Гавайских островов. Если мало гусениц, кого мало? Кто гусеницами питается? Птиц. Если мало птиц, кого мало? Мало семян распространяется, деревьев и других растений. То есть, даже лес начал меняться на Гавайских островах взять такого вмешательства человека. Вообще, по поводу интродукции, когда вселяют вид, который раньше не жил на этой территории, либо случайно, либо специально, это отдельная большая песня. Недавний пример, тоже, по-моему, середина 20-го века, про интродукцию грибневика. Кто такие грибневики? Вы, наверное, знаете, кто такие грибневики. Медузы, кораллы, а есть грибневики, тоже похожие на такие жилетелые, похожие на огурцы. Животные, не очень большие или побольше, живут в море, питаются планктоном, хищники. И однажды такой грибневичок, маленький, мнемиопсис, попал вместе с балластными водами с Дальнего Востока, в Черное море. И съел там весь планктон. И нарушил экосистему, которая питала рыбу, которую вылавливали в Черном море. Собственно, бороться с ним было никак нельзя. И прошло какое-то время, может быть, лет 20, я не могу сказать точно. И, слава богу, другой грибневик, Бероя, который питается грибневиками, но тоже попал в это Черное море. И он стал немножко регулировать его численность и стало восстанавливаться более-менее. Но вот в Черном море, например, кто в планктоне раньше был? Как я себе представляю, может быть, я ошибаюсь, но, надеюсь, не очень. Устрицы пропали. Были же когда-то одесские устрицы. Сейчас уже очень мало. Только там выращивают на хозяйствах. Это же планктон, их личинки в планктоне. Вот этот грибневик мог всех их смести, и они уже не восстановились. Другой пример камчатский краб, которого специально привезли с Дальнего Востока в Баренцево море. И он там сильно подорвал экосистему дна, такие стадак камчатских крабов, которые все выедают на своем пути, и никто с ними не борется, потому что у них нет там кого? рогов. Паразитов, например, сакулины, которые есть на Дальнем Востоке, а вот для Баренцева моря она еще не вселилась. Собственно, это тоже сделали люди, может быть, не самое удачное решение. Про это уже говорили. Другие примеры паразитов, и их не только отрицательные, но и, например, положительные стороны. Но сначала начнем все-таки с отрицательной. я сюда поместил фотографию, то есть не видно на черном фоне, анкилостома, анкилостома. По-моему, на русском ее называют кривоголовка. Это маленькая нематода, ну, миллиметров там, не знаю, до сантиметра. Нематода это круглая червь, аскорида это крупная нематода, это исключение, в основном они мелкие. И у нее вот такая есть передний конец с зубами, рот с зубами. Она попадает в человека двумя путями. Либо ее случайно проглатывают, личинку, либо личинка сама находит человека, когда он гуляет пасеком по пляжу, около моря, около водоема, где влажно и где, куда попадает, например, что-то из туалета. И вбуравливается в кожу, попадает в кровь, попадает потом в кишечник. И она там кусает стенку кишечника и питается эпителием, кровью, там не очень понятно, чем она питается. В общем, она вот этими зубами приносит довольно, не то чтобы страдания, но ущерб. Интересно, об этом пишет Циммер, как она избавляется от риска тромбов. Ну, как бы она, как пиявка, да? Пиявка же должна насасывать кровь и препятствует ее сворачиванию, свертыванию. Поэтому здесь тоже с этим нужно что-то делать, и она выделяет специальные вещества, которые нарушают работу системы свертывания, а там очень много белков, кофакторов, там всякие тромбины, протромбины. Однажды я видел схему, там, по-моему, было 30 компонентов. У меня просто знакомый, который занимается, с ним сейчас занимается, я с ними раньше общался по общей задаче как раз системы свертываемости, и там схема, там 30 компонентов, и стрелки идут в самые разные стороны. В общем, и она это все расшифровала, умеет, это в нужный момент нарушить, и таким образом для себя напитаться, но при этом не нарушает всю систему, чтобы во всем человеке кровь не сворачивалась, тогда он станет гемофиликом. Правильно? Гемофилия, когда кровь не сворачивается, и любой порез становится опасным. Нет, она делает это очень локально, именно в том месте, где она питается кровью. И сейчас, возможно, удастся, и уже идут такие работы, идут такие работы, когда выделяют биохимические вещества, чтобы использовать их для лекарства против тромбов, таких точечных. Возможно. Другой пример отрицательный. Я привел фотографию собаки, которая гуляет на лужайке, и пришла в туалет. Для нее, как раз, выход на улицу это сходить в туалет. Это очень понятно, чтобы дома это не устраивать. Это очень важная история, потому что в собаках живут свои круглые черви. Они называются таксокараканис. Не у всех собак они есть, но у многих. ткани значит собачьи. Таксокара какая-то нематода. Вот она довольно мелкая. Ее личинки, ее там в следующей стадии лежит, никого не трогает. Если она попала с экскрементами, ее яйца попали во внешнюю среду, какое-то время, опять же, экскременты должны подсохнуть, и яйца становятся инвазивными. То есть их, если проглотит следующая собака или какая-нибудь крыса, да, там, по-моему, через крысу идет, тогда они там разовьются в кишечнике взрослых червей. Но бывает, что собачьи экскременты остаются на детских площадках или там, где гуляют люди, или особенно дети. Такие подсохшие инвазивные яйца становятся для них инвазивными, и они их проглатывают просто с пылью или просто с немытыми руками, или там собаку погладил, не помыл руки, что-то поел. Это очень опасно. Это не просто для красоты вешают уберите со своей собакой или получите штраф, или получите какое-то порицание. Если в человека попадает собачья аскорида, она не находит себе места, она в чужом хозяине, и часто она попадает, например, в глазной нерв, и ребенок становится слепым на один глаз, или на два глаза, если он попадает в два глазных нерва. И это давно поняли относительно давно в Европе, и там штраф 50 евро, а то и больше. А у нас этого до сих пор не поняли, к сожалению. Хотя вот я недавно встречал в парке около дома, поставили специальные урны, написанные для того, чтобы выбросить за своей собакой. Ну, туда напихивают бутылки, окурки, но пока еще надо повесить еще табличку, что это именно для собак, и можно пакетики раздавать, и на пакетиках напечатать информацию, почему это важно, не для красоты. Красота — это дело второе. А теперь хочется два слова про все-таки пользу. Я уже про анкилостому говорил, что она может быть источником биологически активных веществ для лекарств. Очень здоровую историю рассказывает Циммер про болезнь Крона. Болезнь Крона — это аутоиммунное заболевание, когда иммунитет атакует кишечный эпителий и идет воспаление. Вот здесь на схеме нарисовано вот это красное, то есть идет воспаление, это очень больно и плохо человеку от этого. Но это никому не пожелаешь. Болезнь Крона считалась раньше, в начале 20 века, каким-то наследственным заболеванием, потому что она встречалась среди семей банкиров из-за житочных горожан. Ну, грубо говоря, в такой семье был больше риск ей заразиться и ее получить. А у каких-нибудь, как сейчас говорят, афроамериканцев из штатов, ну, Циммер американец, поэтому он пишет про свою страну, она никогда не встречалась. Но вдруг, когда началось развитие, ну, там, по-моему, до Великой депрессии, в начале 20 века, и у таких переехавших из сельской местности в город афроамериканцев стала тоже встречаться болезнь крона. То есть дело не в том, что они не потомки банкиров, а в том, что они переехали в город, где лучше гигиена, чистая вода, они не гуляют босиком по влажной почве, куда попадают экскременты из туалета, или где водятся улитки, которые потом могут стать источниками каких-то еще паразитов. таким образом связано отсутствие кишечных паразитов с увеличением риска, уменьшение кишечных паразитов увеличивает риск каких-то аутоиммунных заболеваний. Возможно. Это аккуратно стоит говорить, не буду утверждать, как иммунолог, паразитолог и так далее, потому что я ни тот, ни другой, ни третий. То же самое с аллергиями. Я знаю по себе, у меня аллергия на кошачью шерсть и на пыль. И это довольно часто. У кого-то там аллергия на арахис. Аллергия – это очень странная вещь. Когда иммунитет начинает чихать на какую-то там пыльцу цветущих там ели. Сейчас что-то цветет, сейчас будет летом, весной. Хотя всю жизнь человек жил с этой елью рядом и никогда не чихал. А вдруг почему-то в городе начинает чихать. Иммунитет настроен на борьбу с глистами и другими паразитами. У него есть какая-то такая уровень, иммубилизации. Если ему не с кем бороться, уровень иммубилизации никуда не девается. Его надо на что-то другое выплеснуть. Возможно, это проявляется в форме аллергии или вот таких аутоиммунных заболеваний. Вот это тоже такая картинка меня удивила. Вот. Одна из причин болезни крона, генетика, географическое положение, лекарства, антибиотики, курение, таблетки для контрацепции. И вот только один маленький элемент аутоиммунная реакция. Ну, смысл, что сложно это все не будучи медиком расписывать, но циммер приводит это как пример того, что, возможно, не всегда паразиты являются для нас настолько врагами, от которых нужно избавиться подчистую. Также в книге рассказано про речную слепоту. Это другие нематоды, которые переносятся мошками в Африке, которые живут около рек. Их личинки выводятся в реках, поэтому мошки живут около рек. И там есть целая деревня, у которых глаза плохо видят, потому что зарубцевались ранки из-за мелких вот этих личинок, этих нематод. Они называются онкоцера. Про поведение и зомбирование. Когда паразит управляет поведением своего хозяина. На примере это очень здорово про муравья и дефилоботриума. Если я правильно помню название, тоже плоский червь триматода, который управляет муравьем так, чтобы он вылез вечером на травинку, вечером не пошел муравейник спать, а вылез вечером на травинку, чтобы его съела корова на этой травинке. А если его не съест корова, он возвращается муравейника и на следующий день приходит и вылезает. И ждет, пока его съедят. Потому что так же влияет через нервные системы на поведение хозяина. Шестозома это кровяные сосальщики. Кровяные, то есть они живут в каких-то протоках, в кровеносных сосудах, например, около почек или где-то еще. Про них здорово Циммер упоминает, когда Наполеон пришел в Египет, его солдаты купались в теплом Ниле и потом начали жаловаться, что у них какие-то кровотечения непонятные. Они, скорее всего, заразились шестозомой, которая активно вбуравливается в купальщика. Есть шестозомы, которые водятся и у нас, но они паразиты птиц. Бывает, что человек покупается в пруду, где водятся утки и другие птицы, доплавающие чайки. И шестозомы думают, что-то похоже на птицу и пытаются убуравиться, а дальше никуда не может пролезть, потому что кожа толще. И такой зуд, зуд-купальщик его называют. По крайней мере, в 90-х годах и раньше об этом в Москве даже знали. И шестозомы очень здорово прячутся опять от иммунной системы, она на себя налепляет какие-то антигены, не антигены, а налепляет молекулы хозяина на свою поверхность, чтобы ее распознавали как своего. Как подводная лодка стелс или уходит с радаров иммунной системы. Антоклостома про борьбу с тромбозом я уже говорил. Завершает, ну там многое другое есть, и завершает, он снова возвращается к сакулине, очень здорово завершая такой круговой цикл и рассказывает про американскую проблему с крабами, там так называемые данджерские крабы, которые являются промыслом для Америки, и с ними тоже беда, потому что приходит проблема какая-то с интродукцией. Боюсь сейчас наврать, но смысл такой, что они задумали привезти туда паразита, чтобы он боролся с вселенцем, который будет, который конкурирует с местными хорошими вот этими данджерскими крабами. Но они очень аккуратно это стараются сделать, потому что иначе если они не проверят, что привезенный паразит сакулина не будет действовать на хороших крабов, а будет действовать только на плохих, тогда они пойдут дальше. Ну это вот 99-й год, не знаю, пошли они дальше или нет. Но пока они все это проверяют в аквариумах. А, не пошли, спасибо большое, это я новые новости не читал. Ну вот, то есть они очень аккуратно к этому подходят, иначе можно таких делов наворотить, которые уже не откатываются назад. Вы не можете все сакулин собрать из моря, потому что просто не можете. И эта цитата опять из книги, она идет в начале, но она здоровская, потому что она подытоживает какой-то посыл Циммера, надеюсь, что и мой тоже. Только сейчас ученые серьезно задумались о том, что паразиты могут быть не менее важными звеньями экосистемы, чем львы и леопарды. Это вот на примере Карпентерии и других экосистем. И только сейчас они начинают понимать, что паразиты были одной из главных, а может быть, и самой главной движущей силы эволюции. Есть такая концепция Черной Королевы из «Алиса страны чудес», что нужно бежать на месте, бежать изо всех сил, чтобы только остаться на месте. Вот эта гонка вооружений Черной Королевы переводится как метафора. Вот. Эволюция меньшинства форм жизни, которые не являются паразитическими. Потому что я уже об этом начале говорил, что, скорее всего, больше видов являются так или иначе паразитическими. спасибо большое. С радостью на вопросы, комментарии, предложения. Вопрос, да. А, сейчас микрофон нужен. Микрофон. Это не вопросы, это комментарии. Ну, финиш. Лекция предназначена для того, чтобы проекламировать эту книгу. Я совсем недавно ее прочитавший и все еще держащие сведения в голове. Хочу вспомнить моменты, где Циммер приводит теории о появлении, скажем, гребни у петухов, шпору фазанов, хвостов у павлинов и языка у человека. Почитайте, это очень интересно. И этим теориям нет прямого доказательства, нет прямого упровержения, но хотя бы есть над чем подумать. Да, да, про гребни я помню, про язык. Это здорово. А было. Да, 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 хорошо. Еще вопросы, комментарии, дискуссия. А я вот хотел спросить, вы сами биологи или пришли просто по зову, не знаю, любопытства? Зову других биологов, да. А. А. Я в школьном биоклассе. На биоклассе. А вы? Спачевые. Спачевые. Да, книга не стареет, надо какую-нибудь... В общем, здорово, что она не стареет, даже с 99-го года она не менее интересно читает. Я ее читал раза три, может даже больше. Немножко дополнили, потому что там указывают события позже 99-го. А, может быть, чуть еще... как раз в этом издании указано про результаты с акулинами. Да, я читал черную, желтую, а вот эта у меня недавно появилась, она просто для того, чтобы листать. Здорово. И маленький ремарк про другие такие, научно-популярные книги. Я уже упоминал «Охотники за микробами». Очень хорошая книга «Зубр» Даниила Гранина, который рассказывает про Тимофея Варисовского, грубо говоря, основоположника генетики. Его учитель Кольцов можно сказать, что придумал, не придумал, а как бы, ну, очень сильно продвинул генетическую теорию про, как они называются, когда реплики, матрицы, реплики, то, что кодирующая, антикодирующая часть ДНК, то есть комплементарности. Да, комплементарности. Да, вот это про судьбу ученого в начале 20-го века в России, который потом работал под Берлином, потом вернулся, его сослали в Новосибирск. И вот Тимофей Варисовский, такой как пример, его так называли, «Зубр», здорово описан у Даниила Гранина. Есть еще книга Плавильщикова, Николай Плавильщиков, называется «Гомункулюс». Она похожа больше на охотники за микробами. Он рассказывает тоже про какие-то открытия и биологии, и физики, и химии 19-го века, может быть, еще раньше, не помню точно. Единственное, что у меня ощущение, что она обрывается, она как будто бы не дописана. Она обрывается на Мечникове и даже не на его конце жизни, а, грубо говоря, когда он там переехал из Одессы, по-моему, в Германию, в Австралии, в Янгрию, не помню. В смысле, что она как-то незаконченная, но то, что там успел он написать, он здоров. Все книги можно найти в интернете, например, на библиотеке Шупунова, дежавю файлы, библиотека Шупунова в Яндексе ищется. Можно покупать на Литресе то, что сейчас создают. Это недорого. Можно купить обед за 300 рублей, а можно купить книжку. Да, 289. Это недорого. Спасибо большое, что пришли.